Если бы меня спросили, ну вот спросите, какую суперсилу ты бы хотел? Вот спросите. Какую? Какую? Было бы очень классно, было бы здорово, даже больше, было бы прям офигенно, если бы можно было вернуться в прошлое. И мы можем. Вместе с героем мы кружимся, буквально, по его воспоминаниям. Отправной точкой рассказа становится неожиданное заявление отца. Малыш! Я есть! Питер Бэм! Питер Бэм! Это я! Горб это! Ну вот так! Бам и зрители идут дальше, следуя за рассказом о классном, но бестолковом отце-артисте, который никак не мог найти стабильную работу и периодически пропадал. Сверхзадача этого спектакля, чтобы каждый, увидев этот спектакль, задумался о поиске гармонии между сохранением себя ребенка, ответственностью и верой в чудо, и тем, что оставили нам наши родители, во что мы верим. Содержание рассказа диктует форму. В постановке задействованы пять артистов, но на сцене людей гораздо больше. Все зрители – участники повествования. Часть из них ходит междекорацией, а часть кружится на подвижной части сцены. Постановка насыщена действиями. Иногда на зрителей начинают кричать «Сверху!». Барнаульский зритель видит эту постановку не впервые. Этим летом выпускники школы-студии МХАТ поставили шесть эскизов. Только два из них было решено доработать до полноценных спектаклей. История о взрослом Петер Пенни – одна из них. На эскизе, насколько я помню, весь зал практически рыдал. То есть было такое какое-то ощущение, такое магическое. Реально весь зал рыдал, потому что было сопереживание, было жалко героев. Хороший спектакль. Выходя сейчас, первое, что я сформулировал для себя, ну, наконец-то в Барнауле появился театр. Ни секунды не было стыдно за то, что я видел сегодня. Бениамин Коц, режиссер спектакля, о продолжении сотрудничества с молодежным театром пока не говорит. Возможно, постановка пьесы Карена Климовски – единственный творческий привет польского режиссера. И теперь он в репертуаре театра. Дарья Демиллер, Николай Шилко. День с толком.